Всем привет! Рад представить вам новый топ с крутыми играми для ваших смартфонов. Естественно, все они бесплатные, так как платные в Google Play уже и не скачать. Но если такие и попадутся, их можно без проблем скачать со сторонних сайтов, притом также бесплатно. Все ссылки, само собой, есть в описании, а потому без лишних слов погнали к топу. Приятного просмотра! 20 место Grand Survival. Начну сегодня с новенького выживача, который хоть визуально может выглядеть и по-детски, но механиками отсылает к огромной классике из разных произведений. Ведь как завещала нам бабка морская пехота, мы на небольшом плоту в открытом океане, где и будем выживать первое время, добывая пресную воду, еду и отбиваясь от агрессивных акул. Но когда приручим воду, можно приступать и к суше, где заданий не меньше. Найти провизию, ресурсы для улучшений или продолжение незамысловатого сюжета. 19 место Stand-Off 2. Ну и уже по устоявшейся традиции канала, половину игр в топе я подбираю из ваших рекомендаций в комментариях. И теперь хочу поблагодарить вас не только за помощь с подбором игр, но и за то, что помогаете отвлечься от всего происходящего, так как это типичный, если не сказать больше, самый популярный мобильный клон КСки с теми же механиками, принципом победы одной команды над другой и прочим, что благодаря огромному онлайну увлекает на долгое время. 18 место Heads-Off. Люблю я разного рода инди за уникальные идеи, так как например здесь нужно в прямом смысле управлять орущей башкой, при том на тяге от или ора которой, ещё и летать предстоит и преодолевать препятствия. Занятие конечно быстро надоедающее, но чтобы чисто удивить и повеселить компанию, игра отлично подходит. Однако разработчики к ней подошли куда серьёзнее, наделив каждую голову уникальным криком и даже историей, которую можно понять если знать английский. Кстати, была бы отлична подводка к интеграции, но сейчас все рекламодатели разбежались, так что дальше пилим на голом энтузиазме, за что вы можете поддержать видео лайком. 17 место Dark Sword. В тёмном-тёмном мире жил тёмный-тёмный рыцарь с тёмным-тёмным мечом, которым он отвешивает пизделей каждому, кто решается бросить ему вызов, а таких находится немало. Притом каждый враг не только выглядит уникально, но и обладает своим оружием вместе с уникальными навыками, что позволяет сделать мясорубочный геймплей в разы интереснее. И конечно же всё это не просто так и имеет смысл, так как персонаж под нашим управлением идёт, дабы зарубить дракона, затмившего солнца. 16 место I am Marvel. По сути взял я эту игру только лишь из-за логотипа, так как являюсь немалым фанатом игры Хокус с похожим изображением треугольника Пинроуза, да и в принципе жанр головоломок, к которому относится и эта игра. Где нам предстоит провести шар, способный менять свою стихию через мраморный мир, попутно решая задачки, используя телепорты, собственные силы, вместе с изучением локаций на предмет разных активностей, что отлично помогает отвлечься, но не расслабляя мозг. 15 место The Room. Кстати говоря о головоломках, это в своём роде стало нарицательной, так как сейчас любую трёхмерную задачку отсылают именно к этой, и должен сказать вполне заслуженно. Ведь это была одна из первых игр такого жанра, где нужно вращать вещи, искать в них скрытые места, потайные ключи и прочее, дабы решить одну задачку и перейти к другой. Кстати, уже вышло несколько частей, и что не может не радовать, это именно мобильная игра, которую после портировали на ПК, зачастую как раз наоборот. 14 место Tiny. Частенько меня в комментариях просят подбирать игры с меньшим весом, и с недавних пор я стараюсь балансировать между увесистыми играми, как прошлое The Room, и до 100 мегабайт, как, например, это. Конечно, логично, что они отличаются и визуально, и геймплейно, но при этом я не могу сказать, что эта игра хуже, ведь в ней приятная рисованная графика, это проработанные анимации и геймплей, заточенный на фановом уничтожении врагов, с попутным проникновением в разные здания, чем нам будет помогать разрушение и всевозможное оружие. 13 место Data Wing. Довольно старенькая игра, помню даже как лично несколько лет назад сам в неё задротил, но с того момента она не потеряла в актуальности, так как не имеет аналогов, по крайней мере я таковых не знаю. Ведь это физическая модель поведения ракеты, а вернее демонстрация того, что если бы на таких ракетах устраивали гонки. Ведь во время движения нужно учитывать как инерцию от того, что двигатель у нас сзади, так и то, что с его помощью можно отталкиваться от поверхностей, а соответственно ускоряться на поворотах. 12 место Headgear. Давненько я не натыкался на оффлайновые гонки, так как этот сегмент банально невыгоден, нет рекламы, если отключить интернет, доната и прочего. Однако существуют ещё энтузиасты, пилищие игры по фану или просто для удовольствия, так как например это очень сильно похоже на культовую Need for Speed, то есть где можно не только зарубиться с другими гонщиками на стритрейс трассах, но и сваливать от копов, которые не прочь использовать спецсредства, во имя конечно же открытия новых тачек. 11 место Driver Zone Online. Ну и кстати говоря о гонках, это ещё одна, правда уже онлайновая, из-за чего игра очень сильно напоминает Forza Horizon, где в принципе можно катать по открытому городу в соляную, лишь иногда встречает таких же реальных игроков на карте, которые мчатся по своим делам. Например, проходить кампанию, которая здесь также есть, как и десятки разных авто, их тюнинг, реалистичное поведение физики и хреновая оптимизация, где настройки графики не особо-то и влияют на производительность, ну а в остальном погонять с друзьями самое то. Ну и половина топа позади, так что можете поставить видео лайк, пока у вас есть такая возможность и ютуб не заблокировали. Это не байт, если что, а действительно никто не знает, что будет с ютубом завтра, хотя может и байт, но какая разница, у блогеров только лайки остались, так что неважно. 10 место Pumped BMX Flow. По сути, с самого момента зарождения геймдева, мобильный игровой рынок заполонило множество игр про мотоциклы, велосипеды, квадроциклы и прочее. По сути, культовый Gravity DeFight и был тем самым динозавром, с которого всё и началось, и эволюционировало в то, что мы видим сейчас. Прекрасный как с точки зрения визуала, так и по механикам аркадный симулятор BMX-трюков, где, проходя ежедневные задания с прыжками, нужно открывать новые трассы и байки. 9 место Panzer War. Несмотря на то, что плагиатить это вроде как плохо, в том, что китайцы копируют любое популярное говно, лично я вижу плюс. Но, во-первых, делают они это хорошо, а во-вторых, во многих случаях копия даже превосходит оригинал. Например, здесь явно видно сходство с World of Tanks, только где в мобильной версии работают катки, реалистичная физика прицеливания и многое другое. Включая самолёты, которых у ВГ на мобилках никогда и не было, это как бы поле уже War Thunder. Ну а пока их нет на смартфоны, Panzer War — отличная замена. 8 место Fading City. Разрабы из NetEase по-прежнему продолжают клепать кучу годноты и удивлять всё новыми стандартами графики в игровой индустрии на мобилках, и новый их проект не стал исключением. Ведь это очередное выживание в постапокалиптичном мире от третьего лица, с разными мутантами, оружием и лутом на локациях вместе с нереально крутой графикой. Правда, впервые в моих топах игры нет ни в Google Play, ни тем более в TapTap'е. Так что, дабы скачать игру, придётся зайти на официальный сайт игры, благо ссылка есть в описании. 7 место DK Dungeons. Насколько я понял, это фанатский порт ПК игры, так как официально о мобильной версии нигде не заявлялось, хотя её уже можно скачать, например, по ссылке в описании, так как в Google Play её, как собственно и прошлой игры, нет. Там ещё, кстати, установка через отдельное приложение, так как формат файла не АПК, но думаю, с этим вы уже как-то сами разберётесь, на сайте есть подробная инструкция. Конечно, если хотите сыграть в годный карточный рогалик в рисованной стилистике прямиком с ПК. 6 место Slenderman 2 Beyond Fear. Ох уж сколько лет этому старику в смокинге, а его по-прежнему злостно эксплуатируют в своих хоррорах разные инди-разработчики. Правда, интересно наблюдать, насколько раньше такие игры были кривыми, а сейчас это уже полноценная игра с хорошим визуалом, звуками, что для хоррора очень важно, сюжетом и в целом атмосферой. Что, может, пугает и не сильно, особенно если вы фана джанра, но вот увлекает достаточно, чтобы просидеть за прохождением не один вечер. 5 место Dispotism 3K. Технологии развиваются семимильными шагами, и даже несмотря на законы робототехники, многие фантасты предполагают поглощение человечества искусственным интеллектом. И в этой игре разработчики решили продемонстрировать альтернативный взгляд, а что если это произойдёт? Ведь, по сути, нам под управление даётся ферма людей, из которых нужно добывать электричество. Но при том так, дабы популяция макак не исчезла, всё работало максимально эффективно, а если кто-то решит отлынивать, пустить его на биопереработку, чтобы также получить энергию. Правда, из гугла скачать игру нельзя, так как она платная, благо есть куча сторонних бесплатных ресурсов. 4 место Fugle. Не так давно я рассказывал про симулятор полёта на бумажном самолётике, где нужно просто и медитативно уворачиваться от препятствий, наслаждаясь окружением. Кстати, игру недавно обновили, и она выглядит теперь куда лучше, но не суть. Ведь это некая улучшенная версия, с пиксельной графикой, разными биомами и другими возможностями для релаксного полёта. Правда, только для iOS-устройств. 3 место Blockpost Mobile. Ну, собственно, с чего начинали, тем и будем заканчивать. Снова шутер стенка на стенку, правда в этот раз уже со смешанной стилистикой, где оружие как бы плоское, но с возможностью прокачки, а окружение кубическое, но без какого-либо разрушения. И во всём этом придётся бегать и раздавать люлей команде противника во имя всеобщей мнимой победы, чтобы в следующем раунде снова схлестнуться установки бомбы, разминирования и всему сопутствующему кэске. 2 место Diagnosis Multitude. Сразу, наверное, стоит сказать, ожидать какого-то дикого испуга от этой игры явно не стоит, хотя это и хоррор, так как большинство подобных игр на смартфонах делают просто, потому что этот жанр один из беспроигрышных. Делаешь врага, скримера, который гоняется за персонажем и вуаля, хоррор готов. Так что за эмоциями страха советую заглянуть в культовую амнезию, благо мобильный порт уже есть. Ну а это неплохие прятки в 3D-шной графике с интересным антагонистом и сюжетом. 1 место Crisis X. Ну и закончу я топ-игрой, подобие которой уже было в топе, ведь это ещё один реалистичный зомби-выживач, которых почему-то в последнее время появилось как-то аж чересчур много. И при том, все отличаются как выдающейся графикой на смартфонах, так и реалистичными механиками с удобным управлением, что внушает надежду на светлое будущее мобильного гейминга. Ну а первое место игра занимает просто потому, что её, в отличие от Fading City, можно спокойно скачать с Google Play. На этом сегодня всё. Спасибо за то, что остаетесь со мной и за то, что досмотрели это видео до конца. Да, надеюсь вы поддержите видео лайком, а канал подпиской, пока ютуб всё ещё жив. И надеюсь, до новых встреч.